Даже по кадрам видеосъемки заметно, что наш оператор наслаждается этим великолепным зрелищем. И хотя гусиные выводки на Кубани картинка в общем-то традиционная, но на сегодня смело можно сказать очень редкая. Такой эксклюзивный бизнес обеспечил себе не знатный птицевод, а обычный юрист. Ну гусь очень умная, умная очень птица. Я сам охотник, я всегда поражался, что вот очень тяжело взять гуся. Я очень много читал книги про гусей. Это такая птица, что беззаботная, значит, к зиме относится очень стойко, очень мало болеет. Ну и конечно за ним не надо там пастухой и всяких там работников, они сами ходят, сами возвращаются, куда им надо, всегда домой идут. Своё крестьянско-фермерское хозяйство пилос Закарян создал на тысячи гектаров земли, поэтому с удовольствием выращивал и утку, и кур. Своё зерно, свободная возможность выпаса давали потрясающие результаты. Этот бизнес пошёл неплохо, но однако с реализацией было очень плохо. Нигде было реализовывать вообще эту птицу. И вот эти две с половиной тысяч утей, которые я выкормил, вырастил, просто некуда было их девать. И вот пришлось раздавать бабушкам, дедушкам, бедным. И десять тысяч кур тоже продать удалось большим трудом. Поэтому он сегодня выращивает птицу в меньших количествах, в основном для личных нужд. Но удовольствие к работе с размахом не утратил. Процесс импортозамещения – хороший стимул. Ну, я отношусь к этому вот так. В общем-то, наша продукция всегда была самая лучшая, самая вкусная и самая надежная. То, что, допустим, мы приобретаем в магазинах, то, что завозили с Европы, со всяких стран, ну, конечно, не сравнить с нашей продукцией. Мы на сегодня питаемся только нашим мясом. Вот, в ближайшее время я хочу завезти еще пару коров. Да, мясо птицы, допустим, мы полностью обеспечиваем свою семью. У крестьянско-фермерского хозяйства далеко идущие планы. Несмотря на то, что гусей Пилос выращивает племенных на яйцо, в планах производства гусиной печенки, перо и пух найдет своего потребителя, гусиный помет, ценнейшее удобрение уже хранится в буртах. Расчищены, заросшие и заилины за годы каналы, зарублен пруд, посажен молодой сад. Одному из своих работников, многодетному отцу семейства Пилос Агванович построил дом, чтобы тот работал и не маялся бытовыми проблемами. Он платит людям хорошую зарплату и даже 13-ю, и к Новому году премиальный. Работники из местных, сын и племянник тоже с удовольствием работают на этой земле. Вообще на земле так быстро разбогатеть не получится. Для того, чтобы что-то взять, надо сначала отдать, чтобы что-то взять. Чтобы заниматься землей, надо его любить. Чтобы заниматься птицей, надо его тоже любить. Я считаю, что каждый человек, когда выбирает свою профессию, он выбирает его по любви. Родители Пилоса работали в УПХ Анапа. Отец заправщиком вертолета, мама на виноградниках. Любовь к крестьянскому обстоятельному труду в природе Закарянов. Поэтому трудностей Пилос не боится и мечтает только о своем фирменном магазине, о котором он уверен. Слава разнесется очень быстро и вкусную экологическую продукцию будут с удовольствием покупать. Как, собственно, и сейчас. К нему специально прилетают из Москвы купить домашнюю утку или курицу.